Друзья, всем доброе утро! Мы начинаем наше традиционное доброе утро, для того, чтобы поделиться опытом, для того, чтобы получить новые знания, новые фишки, новые технологии. И сегодня с вами буду я, Дмитрий Соловичук, партнер компании Global Intellect Service в квалификации, акционер первого уровня. И перед тем, как начать, хотелось бы посмотреть, какая у нас география команды. Напишите, пожалуйста, кто из какого города и даже кто из какой страны. Я знаю то, что география нашей команды, она просто поражает своими горизонтами. Хотелось бы посмотреть, какие города сегодня присутствуют. Доброе утро! Сургут, Сургут, Санкт-Петербург, Сургут, Тюмень, Воронеж, Екатеринбург. Доброе утро! Сочи, Тюмень, Самара, Сургут, Иссентуки, Тюмень, Самара. Так, Германия, Германия. Доброе утро! Рязань, Самара, Тюмень, Тюмень, Омск, Омск. В Омске на днях был Сургут, Екатеринбург, Казахстан, Новосибирск, Ставрополь, Волгоград, Страна Россия, Ростов-на-Дону, Калининград. В Калининграде тоже недавно был, Тюмень. В Тюмени был неделю назад. Иркутск, Пермь, Кемерово, Пермь, Домодедово, Тамбов, Екатеринбург, Орехово-Зуево, Туапсе, Калининград. Всем доброе утро, Йошкар-Ла. Супер, здорово, Украина, Днепр. Доброе утро, Сургут. В общем, география у нас очень внушительная. Омск. Омск, доброе утро. И это на самом деле радует. И я представляю, как мы там через 3, через 5, через 10 лет будем проводить конференции, проводить мероприятия наши и собирать десятки тысяч предпринимателей со всего мира вообще. Это будет круто. Или какие-нибудь локальные мероприятия будем проводить. Например, сгоняли в Соединенные Штаты Америки, собрали зал партнеров, клиентов, провели для Америки итоги года, например. Или сгоняли в Индию и провели для Индии итоги года. Или у нас будет по 5-6 дней рождения компании в разных странах, на разных континентах. Вообще кайф. Окей, поехали. У меня тема сегодняшнего эфира – это как работать в команде на большие результаты. То есть постараюсь раскрыть эту тему за 40-50 минут, постараюсь не задерживать, понимая, что у нас сегодня начало рабочей недели. Кто-то сейчас торопится на работу, кто-то торопится в свою компанию делать свои дела. Поэтому 40-50 минут вашего внимания. И я думаю, что мы максимально продуктивно проведем с вами это время. И перед тем, как говорить вообще в целом о теме работы с командой на большие результаты, хотелось бы у вас собрать обратную связь. Хотелось бы, чтобы вы в чате написали буквально в двух словах, зачем вы пришли в этот бизнес, ради чего вы стали партнерами компании Global Antelic Service. Зачем вообще приобрели партнерский пакет? Зачем вы сейчас взяли на себя дополнительную нагрузку? Зачем вы вообще новое направление пошли? Это же дополнительная нагрузка. Это необходимо время инвестировать, энергию инвестировать, силы свои инвестировать. Зачем вы сейчас будете тратить самое ценное, что у вас есть? Да, это свое время, свою жизнь на это направление. Зачем вы сюда пришли? Хотелось бы услышать, чтобы синхронизироваться опять же. Потому что в любом случае хорошие результаты можно сделать только в том случае, если ты становишься профессионалом. Профессионалом за один день не становится. И для того, чтобы в компании GIS состояться, необходимо пройти определенный путь, определенную школу, приобрести большое количество компетенций. И это все делается не за один день. Хорошо, что у нас есть целая система работы, система обучения, которая позволяет абсолютно любому партнеру при желании состояться в этом направлении. Так, я пришел за деньгами и свободой, чтобы развивать свою компанию. Алексей, спасибо. Развитие, деньги, сообщество. Так, окружение, деньги, деньги. Исполнять хотелки свои. Супер, поменять жизнь, заработать денег. Тони Старка. Зарабатывать денег, деньги онлайн и быть свободным. Пришла, чтобы дойти до ДМБ, создать большую сильную команду, стать профи. Юля, зачем вам ДМБ? Так, быть в современном проекте, зарабатывать деньги. Так, не успевать читать, общаться с профессиональными людьми, реализовать свои мечты. Супер, за деньгами и сообществом. Деньги, команда, развитие, свобода, время, окружение, обучение, свобода и финансовая независимость. Бизнес масштабировать, обеспечить перспективу для семьи. Супер, всем добрый день. Сообщество, неограниченный доход, личный рост, резидуальный доход, свобода. Изменить свое будущее, получить финансовую свободу, путешествовать. Путешествие, жизнь в каев, сильным сообществом. Так, финансовая свобода, окружение, стать миллионером. Ну, все, Дмитрий, конкретно стать миллионером. Осталось только определить, в какой валюте. Тенге, гривны, рубли, доллары, вьетнамские донги. Так, спишь, деньги капают. Тарел, деньги, партнеры во всем мире, много денег, свобода, путешествия, окружение, рост. Поменять мышление, общество, развитие самого себя, масштабироваться, работать в онлайне, путешествовать. К целям приблизиться за короткое время, повысить уровень жизни, обеспечить достойную пенсию, создать системный бизнес, получать пассивный доход, иметь кучу свободного времени, путешествовать и проводить время с семьей. В будущем пассивный доход, окружение, изменить свою жизнь в лучшую сторону, исполнить мечты финансовой независимости, зарабатывать один доллар в минуту. Круто, все вышеперечисленное. Слава Оля, красотка. Короче, с вами синхронизировались. Ну, по факту, мы сюда пришли, в первую очередь, зарабатывать деньги, менять свою жизнь к лучшему, да, то есть, если так скажем, ну, сделать короткое резюме. Вот, поэтому все четко. И смотрите, в чем фишка, то есть, для того, чтобы все мы с вами синхронизировались и поехали дальше, то есть, именно говорить о больших результатах в нашем бизнесе, да, то есть, мы должны понимать, что большие результаты в нашем бизнесе, они могут создаваться только в команде. Потому что, если мы работаем самостоятельно, если мы работаем одни, вот, так скажем, в соло, да, мы идем в рынок, работаем с клиентами, работаем с предпринимателями, подключаем компанию на платформу. Вот, то есть, мы делаем лицензию за 900 долларов, сдаем лицензию в аренду или в рассрочку, или даже на лайтере, когда предпринимательно подключаем. Это все замечательно, это все круто. Это необходимо делать системно, постоянно, но если мы будем сосредотачивать свое внимание только на этом, у нас не будет, так скажем, рычага и не будет возможности преумножить свои усилия. Потому что, в любом случае, как бы я сильно не хотел, ну, вот я там с UDS занимаюсь с 2015 года, я можно сказать, не можно сказать, я профессионал в этом деле, я отлично знаю продукт, я неплохо умею продавать. Всю эту историю, вот, то есть, потому что есть уже определенные навыки и компетенции, и тем не менее, моя, например, скорость по работе с клиентами, ну, это где-то в среднем 4 компании в месяц я бы мог подключать и сопровождать без потери качества. Потому что у нас же самый главный вопрос не то, чтобы подключить предпринимателя на платформу, у нас главный вопрос, чтобы предприниматель пользовался нашим решением в долгую, соответственно, после продажи необходимо сделать, помочь сделать запуск предпринимателю, оформить лицензию. Сделать интеграцию, сделать должностные инструкции, сделать дизайн, разработать всю эту историю, да, там, обучить сотрудников, короче, запустить предпринимателя. И в среднем на маленькую компанию, если мы говорим про среднестатистического клиента, уходит где-то неделя времени. И, соответственно, я могу подключать, вот мой ресурс, это подключать 4 компании в месяц без потери качества. То есть если я буду подключать больше, я потеряю качество, там, где потеря качества, там негатив, там нет долгой совместной работы, а нам интересно работать с предпринимателями в долгую. Вы все это прекрасно понимаете. Но у нас нет никакого смысла там делать разовые сделки. Соответственно, 4 клиента в месяц, если говорить про год, это 48 компаний. 48 компаний в год я могу как профессионал подключать без потери качества и, в принципе, в таком, можно сказать, не сильно напряженном режиме. Потому что если буду брать еще больше клиентов, то, скорее всего, с ума сойду, потому что никакой личной жизни не будет, не будет времени на семью, не будет времени на отдых, не будет времени на восстановление. Будет время только вот заниматься внедрением и сопровождением клиентов. Вы все это прекрасно понимаете, да? 48 компаний в год. 48 компаний в год, ну, это хорошие деньги, но если мы посчитаем чистую дельту, там, допустим, с компанией зарабатывают 300 долларов, 48 умножить на 300, это получается 14400 долларов. 14400 долларов разделить на 12, это получается 1200 долларов в месяц, 1200 долларов в месяц умножить на 72, 86 тысяч рублей. В принципе, это хорошие, достойные деньги. В среднем это заработная плата за квартал, за три месяца у 70% населения России. Это очень хорошие, достойные деньги. Вот, но это деньги, которые я могу зарабатывать, скажем, один. Мне здесь в этом случае не нужно формировать команду, мне не нужно там заморачиваться по поводу партнерской программы. Я просто как бы работаю один, подключаю компанию, занимаюсь продажами, зарабатываю деньги. Если я пришел в этот бизнес за большими деньгами, да, то есть если у меня большие, прям, большие финансовые потребности, большие финансовые цели, большие, там, финансовые желания, понятное дело, то, что я, работая один, работая, так скажем, ну, вот, вручную с предпринимателями, скорее всего, большие сверхрезультаты, сверхдоходы не получу. Вот, мы можем спокойно умножить, например, эту сумму на два, то есть, например, я буду подключать не четыре компании в месяц, а восемь компаний в месяц, получится 172 тысячи рублей. Даже если еще раз на два умножить, буду подключать, например, не восемь компаний, а 16, 345, 345 – это отличные деньги. Но я так подозреваю, что если вы хотите там много путешествовать, если вы хотите кардинальным образом изменить свое финансовое положение и зарабатывать очень большие деньги, то этот инструмент вот именно в ручном приводе, он нам не подойдет. Соответственно, мы должны это прекрасно понимать и, ну, уже отталкиваясь от своих личных целей, отталкиваясь от своих личных желаний и, так скажем, финансовых планов, составлять стратегию. Если у меня финансовый план до 100 тысяч рублей, все, отличная стратегия, работаем по продукту, не заморачиваемся по партнерской программе. Если выше 100 тысяч рублей, там, если выше 200-300 тысяч рублей, выше 500 тысяч рублей, выше миллиона, там, кто-то писал, то это единственный вариант – это масштабировать эту историю через партнерскую программу и устраивать всю стратегию работы именно через построение большого отдела продаж в разных городах, в разных странах. И все силы необходимо сосредотачивать на этом. Вот, чуть-чуть с вами синхронизировали, чтобы у нас было, так скажем, общее понимание вообще в целом картины. Окей, и что касаемо, что касаемо, получается, работы на большие результаты, мы эти большие результаты изначально должны отцифровать. То есть, понятное дело, что все написали деньги, там, свобода, путешествия, вот, то есть, понятное дело, что, там, кто-то написал, там, один доллар в минуту зарабатывать или много денег зарабатывать. Мы должны на начальном этапе с вами понять конкретную цель, там, например, на ближайшие три года. Вот, мы должны ее понять, мы ее должны четко отцифровать, и у нас должно быть четкое понимание, какой объем работы нам необходимо, например, проделать для того, чтобы достичь эту цель. То есть, у нас должна быть цель, можно вообще цель расписать на ближайший год, должна быть цель на ближайшие три года, должна быть цель на ближайшие пять лет. Вот меня, например, когда сейчас спрашивают, там, Дмитрий, вот ты уже, там, семь лет в компании, как ты думаешь, там, не поздно ли начинать вообще заниматься партнерством с компанией Global Intellect Service, вроде, вот, как у вас уже семь лет, вроде у вас уже команда большая, то есть, вообще, есть ли тут еще место для меня? Я говорю, слушай, так у нас за эти семь лет прошел процесс подготовительных работ, мы первые три года вообще, там, тестировали продукты, выводили его на рынок, собирали обратную связь, у нас, там, как таковой качественной работы с продуктом не велось, мы его только-только создавали. Вот, мы, там, только-только сформировали клиентскую базу, у нас порядка шести тысяч компаний на платформе всего, там, порядка восемнадцати миллионов пользователей, мы создали хороший плацдарм, хорошую, ну, то есть, хорошо прогрели рынок, и на этом прогретом рынке сейчас грех не зарабатывать вообще. И в ближайшие три-пять лет, лично я вижу, что в этом направлении у нас появятся партнеры, которые будут зарабатывать триста, четыреста, а то и пятьсот тысяч долларов в месяц, в месяц, да? То есть, не за год, не за, ну, не за квартал, не за год, не в целом там пятьсот тысяч долларов, а в месяц. Я понимаю то, что в компании Global Intellect Service это возможно. Вот, то есть, это, например, у меня такие, так скажем, такое видение на ближайшие три-пять лет, и у вас точно так же должно быть свое личное видение. То есть, когда вам ваши кандидаты или ваши партнеры будут задавать вопрос, слушай, куратор или будущий куратор, вот, а какие вообще перспективы у нас с тобой есть в этой компании на ближайший год, на ближайшие три года, на ближайшие пять лет или даже на ближайшие десять лет, вы должны совершенно спокойно и четко отвечать как своим действующим партнерам, так и потенциальным партнерам, ну, так скажем, на этот вопрос, да? И у вас должно быть свое личное видение. Если у вас не будет своего личного видения, бизнес с компанией Global Intellect Service на ближайший год, на ближайшие три года, на ближайшие пять лет, на ближайшие десять лет, Вам будет крайне тяжело вообще собирать, формировать команду и крайне тяжело будет кого-либо, так скажем, привлекать в наш бизнес. Необходимо иметь видение, понимание и иметь большие цели. Вот, надеюсь, что-то непонятное, она говорил, поставьте от одного до пяти. Нет, не от одного до пяти, поставьте единички, если что-то понятно, она говорил. Короче, у вас должны быть большие амбициозные цели. У вас есть ваша точка А, та точка, в которой вы сейчас находитесь, да, то есть почему вы вообще пришли в компанию Global Intellect Service. И должна быть точка Б, к чему вы стремитесь. И вот на вашу, вот на эту точку Б, на то, к чему вы стремитесь, вы сможете формировать большую, большую международную команду. Вот. И здесь очень важный момент, очень важный момент. Если у вас маленькие цели, если у вас маленькие цели, супер, мы синхронизировались. Если у вас маленькие цели, то вам крайне тяжело будет привлечь сильных партнеров в свою команду. Вы сможете, вы, скорее всего, спугнете своими маленькими целями сильных партнеров. Поэтому у вас должны быть большие амбициозные цели. Это прям инструмент. Это один из сильнейших инструментов вообще построения команды, построения этого бизнеса. У вас должно быть видение и большие серьезные цели. И вот на ваше видение, на ваши большие серьезные цели будут приходить люди. Такие же сильные, как вы, а то еще и сильные. Вот. Еще раз подчеркнем момент, что маленькими целями можно отпугнуть больших, ну, сильных людей. То есть некоторые партнеры приходят и говорят, я вот там с этим пообщался, с тем ресурсным пообщался, с пятым ресурсным пообщался. Что-то меня все, короче, продинамили, никто у меня ничего не купил. Вроде они ресурсные, у них деньги есть, там связи есть, возможности есть. Вот я им что-то вроде показал, а они что-то не стали партнерами вроде как. Потом выясняем, а что-то им показывал, а он им показывал, как лицензии продавать, как с продажей лицензии по 300 долларов зарабатывать. Я такой думаю, ну, и понятное дело, ты пришел к миллионеру и хочешь его сделать менеджером по продажам лицензии UDS. Необходимо было ему показывать модель масштабирования, как мы можем целый город забрать, целый регион забрать, целую страну забрать под себя, как мы можем сформировать рынок абонентских плат и так далее. Вот. Окей. Поехали дальше. Дальше у меня есть небольшая презентация, чтобы с вами идти, так скажем, и ничего не пропускать. Поехали дальше. Ну, по поводу целей определились. Давайте, например, в качестве примера разберем, чтобы у вас было понимание вообще, как это формируется. Например, я хочу зарабатывать 1 миллион рублей в месяц, да. Ну, к примеру. Ну, то есть, вот у меня такая цель – выйти на 1 миллион рублей в месяц в ближайшие 2-3 года вместе с компанией Global Intellect Service. Миллион рублей в месяц – это достаточно хорошие, солидные деньги. Вот. Понятное дело, то есть, для кого-то маленькие, для кого-то большие, но, тем не менее, давайте вот в качестве примера. И вы каждый со своим финансовым результатом, к которому стремитесь, вы должны сесть сегодня дома вечером в свободное, так скажем, от проведения встречи время, сесть и расписать в таком же формате. Давайте, 1 миллион рублей в месяц. 1 миллион рублей в месяц. Это получается по сегодняшнему курсу, возьмем 72, разделить на 72 – это 13 888 долларов. Ну, давайте 14 тысяч долларов сделаем. 14 тысяч долларов. 14 тысяч долларов в месяц. То есть, типа, ни разово сделать, там, ни разово, там, бонус быстрого старта забрали, или там, с личных сделок что-то сделали. А именно системно, да, то есть, вот каждый месяц, вот прям, вышли на этот уровень дохода, и вот он не падает. То есть, каждый месяц делаете системно эту историю. 13 888, ладно, округлили, 14 тысяч долларов. Финансовый цикл у нас 30 долларов, это 466 финансовых циклов, вам необходимо делать ежемесячно. 466. Разделить, получается, на 20, это получается 24. 24 вип-пакета справа, 24 вип-партнера справа и 24 вип-партнера слева. 24 на 24. Это 48 регистраций в месяц у вас должно проходить по команде. Вот, в среднем, да, 48. 24 слева, 24 справа, вот он, миллион рублей. Вот необходимо, ну, к этой цифре, так скажем, для того, чтобы выйти на эту цифру, необходимо создавать такой оборот. Вот, если это будут пакеты бизнес, давайте посчитаем на пакетах бизнес. На пакетах бизнес разделить на 3, это получается 155 партнеров справа, 155 партнеров слева. То есть, мы понимаем то, что в данном случае пакет бизнес для нас как инструмент, он не подходит, потому что чрезвычайно большой объем работы, да, там, с минимальным выхлопом. Вот, если мы, получается, на премиум пакетах посчитаем 466 разделить на 10, то есть это 46 справа, 46 слева. Короче, на вип-пакетах в любом случае работать проще, на вип-пакетах объем работы вместо 300 партнеров необходимо подключить всего, необходимо делать всего 48 сделок. Или вместо 92 сделок 48, то есть, если с пакетом премиум сравнивать, это в 2 раза меньше работы, если с пакетом бизнес сравнивать, это в 6 раз меньше работы. Короче, мы определились с инструментом, у нас есть цель, и вот нам необходимо выйти на оборот 48 регистраций в месяц. В среднем новый партнер делает 1-2 сделки в месяц. То есть, вот, ну, новичок в первый год, когда начинает формировать команду, для новичка 1-2 регистрации в месяц, это, в принципе, такой более-менее, так скажем, более-менее, не то что стандартный, как сказать. Короче, это более-менее понятный объем работы. То есть, вот в среднем, если мы среднюю температуру по палате сделаем, понятное дело, кто-то делает 1 регистрацию, понятное дело, кто-то делает 5 регистраций в месяц. Возьмем, партнеры делают где-то 1-2 продажи в месяц именно по партнерской программе. Соответственно, нам для того, чтобы делать 24, 24 сделки слева, нам необходимо, 24, нам необходимо создать команду 10-15 партнеров слева и 10-15 партнеров справа, которые будут делать по 1-2 сделки в месяц для того, чтобы зарабатывать 1 миллион рублей. Вот все стабильно, все стандартно, ничего сложного. Короче, мы ориентируемся на эту цель, она у нас есть в голове. Когда мы, получается, проводим переговоры, когда мы идем уже к своим кандидатам, можете прописать, например, на год, миллион рублей, на год, на два. Можете прописать свою цель, если вы, например, хотите зарабатывать 100 тысяч долларов в месяц, то какой объем работы в месяц вам необходимо с командой проделывать. Если вы хотите зарабатывать 300 тысяч долларов в месяц, какой объем надо проделывать. Если вы хотите зарабатывать 1 миллион долларов в месяц, какой объем работы вам необходимо проделывать и хватит ли вам вообще одного VIP аккаунта, возможно, вам на 3 аккаунта, 5 аккаунтов и так далее. Короче, посидите дома, посчитайте свои цели на год, на 3, на 5 лет и посмотрите, какой объем работы вам необходимо создать, какой товарооборот необходимо создать для того, чтобы это получить. И уже от этого будете, так скажем, подбирать инструменты. Поехали дальше. И когда мы имеем, так скажем, вот эту нашу цель, к чему мы стремимся, мы когда проводим переговоры, когда общаемся со своими партнерами, мы на каждой встрече, на каждых переговорах просто говорим о том, где мы сейчас находимся, то есть точка А наша, например, мы зарабатываем, работаем в найме за 150 тысяч рублей в месяц, хотим выйти, например, на 1 миллион рублей дохода с компанией Global Intellect Service в ближайшие 2-3 года. То есть мы показываем свою точку А и показываем свою точку Б, к чему мы стремимся. И, соответственно, мы своим кандидатам объясняем, что для того, чтобы нам выйти, например, в этом направлении на такую-то сумму, нам необходимо такое-то количество партнеров вывести на такой-то результат. Соответственно, если я делаю предложение партнера, я ему просто говорю, слушай, вот мне для того, чтобы свой миллион зарабатывать, мне нужно минимум на 500-600 тысяч рублей в месяц тебя вывести. Как тебе вообще такая история? Было бы тебе интересно вместе со мной в ближайшие несколько лет создать себе доход 500-600 тысяч рублей в месяц? Ну, то есть для начала. Соответственно, если да, поехали работать, поехали, так скажем, развиваться. Если, например, приходят ребята, так скажем, уже с более высоким уровнем дохода, мы уже считаем те цифры, которые им бы были интересны. То есть, например, может быть такое-то, что для меня планка 1 миллион рублей в месяц – это как бы ого-го, я к этому еще стремлюсь, а у моего партнера, например, доход уже там 3-4-5 миллионов в месяц. То есть он уже там в 5-6 раз больше зарабатывает от того, к чему я только стремлюсь. Соответственно, я с ним буду уже говорить о тех цифрах, которые его интересуют. Да, цифры в долларах. Ну, 15 тысяч долларов мы считали. Вот. Соответственно, если там мы имеем доход 15 тысяч долларов, а к нам приходит кандидат, который зарабатывает 50-60-70 тысяч долларов, мы уже будем, как говорится, считать математику, считать стратегию, отталкиваясь от того, какие цифры ему интересны. То есть, например, он озвучит цифру, ему интересно зарабатывать 200 тысяч долларов в месяц. И мы, соответственно, от этой цифры будем уже отталкиваться и смотреть, какой объем работы нам необходимо проделать, за какой период времени мы можем выйти на эти цифры. И, понятное дело, что это не за один, не за два и не за три месяца делается. То есть мы сразу расписываем стратегию на ближайшие полгода работы, на год работы, на два года работы, на три года работы, на пять лет работы и так далее. Поехали дальше. Вот. И, получается, с целями разобрались, с цифрами разобрались. Здесь еще очень важный момент хотел подчеркнуть. То есть если вот у вас не будет вот этих целей, если у вас не будет вот этого, так скажем, вот этой точки B, к чему вы стремитесь, ради чего вы здесь работаете, так скажем, вот не будет вот этой позитивной мотивации, вероятность того, что вы в этом бизнесе состоитесь, она как бы, ну, крайне низка. Потому что, ну, вы когда выйдете в рынок, вы когда начнете работать с людьми, у нас, ну, по факту мы каждый день идем в рынок, мы каждый день сталкиваемся с общественным мнением. Иногда это общественное мнение позитивное, иногда нейтральное бывает, иногда негативное. То есть сколько людей, столько и мнений. И вы знаете то, что в нашем бизнесе есть определенная конверсия, есть определенная статистика. Если у нас не будет вот этой точки B, к чему мы стремимся, вот этой позитивной мотивации, то вероятность того, что мы дойдем до этой, ну, дойдем до внушительных результатов в компании Global Intellect Service, она прям очень низкая. Ну, наверное, даже не то, что в компании Global Intellect Service, а в любом направлении. То есть если у нас не будет вот этого понимания, зачем, мы, когда столкнемся с первыми сложностями, мы, скорее всего, опустим руки и пойдем заниматься привычными нам делами. То есть мы вернемся на работу, вот, то есть будем заниматься там домашними делами, вот какой бизнес, все, нежели богатый нечего начинать. Поэтому вот именно вот эта позитивная мотивация, она, ну, должна быть. Бывает еще на начальном этапе у партнеров негативная мотивация, когда ничего нет, когда денег нет, когда там доход очень маленький, когда там кредиты, ипотеки, когда жизнь уже достала, и вот он на негативной мотивации включается, типа так больше продолжаться не может, он на негативной мотивации включается в бизнес, начинает делать результаты, вот, приходит к результатам, и после того, как он там закрывает все свои обязательства, кредиты, ипотеки, долги, там, все, там, на новую машину сел, в новую квартиру съехал, у него такой момент может настать, то, что негативная мотивация закончилась, а позитивной мотивации все еще нет. вот то есть позитивная мотивация не появилась позитивная мотивация не сформировалась позитивной мотивации человек ну партнер просто-напросто не думал и соответственно когда у него негативная мотивация пропадает когда он там закрывается свои обязательства он перестает быть эффективным он можно сказать останавливается в развитии потому что вроде как ну вроде как все нормально какого то нового стремления то есть какой-то вот именно позитивная мотивация еще не появилась соответственно если вы сегодня там например уже какой-то период времени находитесь в компании работаете может три месяца, или полгода, или год работаете, или два года работаете, и у вас все еще нет тех результатов, которые бы вы хотели, или, возможно, вы не прикладываете большое количество усилий, да, то есть вы, возможно, там проводите там 2-3 встречи в месяц, или там 2-3 встречи раз в квартал, вот, возможно, просто как бы раз там в месяц для галочки приходите в офис, и у вас, в общем, нет вот этой постоянной системной работы, у вас либо получается, ну, то есть, вот если вот этого нет, у вас либо все хорошо, то есть вы, скорее всего, ну, вы, возможно, имеете какой-то доход, Там, ну, помимо UDS, возможно, у вас есть какой-то бизнес, который вам приносит доход, возможно, у вас, ну, небольшой, возможно, у вас есть какая-то работа, на которую вы ходите, и вам работа все ваши, так скажем, моменты эти обеспечивает, то есть вы, в принципе, так скажем, ну, закрываете все свои потребности. Вот, и если, как бы, у вас такая ситуация, то вам вот нужно обязательно обратить внимание именно на большие цели, то есть именно на какие-то, ну, на большие позитивные истории, которые вас будут вдохновлять и мотивировать, потому что если вы для себя здесь увидите возможности большие, если вы увидите то, что вы можете принципиально по-другому, там, жить и поменять, так скажем, свою жизнь вообще в лучшую сторону, там, кардинальным образом, то у вас не будет, так скажем, времени на красивые истории, почему вы не проводите встречи. Вы будете просто не проводить встречи и рассказывать людям о такой возможности, ну, изменить свою жизнь как партнер с компанией Global Intellect Service. Вы будете работать просто как заведенные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вот, окей, с этим понятно. Это самое главное, короче, вот это самое главное при формировании команды и вообще при создании большого бизнеса в компании Global Intellect Service. Без этого, ну, без этого ничего не получится. Я надеюсь, смог донести до вас. И на начальном этапе, когда мы формируем команду, у нас есть наша цель, да, то есть мы начинаем проводить встречи, мы обязательно должны работать по системе, вот, то есть у нас есть простая пошаговая система, там, если базово, тезисно сказать, это написали список контактов, сделали звонки, назначили встречи, провели эти встречи, после встречи вывели кандидата на трехсторонку со своими кураторами, закрыли сделку, включили партнера, либо пошли дальше. То есть если сделка, то включением партнера занимаемся. Если нам человек сказал нет, идем дальше, идем к следующему, то есть просто да, нет, следующий. И на начальном этапе 20% времени мы должны уделять работе с командой, то есть, например, мы новичок, мы только-только стартнули, у нас вот появился первый партнер. Первый партнер. Мы на первого партнера должны тратить на начальном этапе 20% общего, ну, то есть 20% от всего времени, которое у нас есть. То есть, например, у нас есть, там, в день мы планируем работать, к примеру, 4 часа. Вот, 4 часа в день мы планируем работать, у нас есть 4 часа свободного времени, мы должны понимать, что, ну, к примеру, там, 1 час мы тратим на то, чтобы со своим партнером отработать, то есть, там, может, какие-то моменты по продукту отработать, может, какие-то моменты по маркетинг-плану отработать или список вместе с ним написать, или звонки с ним вместе потренироваться, поделать, или встречу ему провести. Не более 20% времени. И 80% времени мы должны уделять личному рекрутингу, мы должны подписывать первую линию. На начальном этапе это очень важно, важно не останавливаться. Вообще, в идеале, на начальном этапе для того, чтобы запустить один отдел продаж, необходимо сделать в среднем от 8 до 5 регистраций. То есть, вы должны, у вас левая, правая команда, вы должны просто к ряду, подряд, без остановки, то есть, без больших пауз, на начальном этапе бизнеса подписать от 5 до 8 партнеров первую линию лично, то есть, и влево, и вправо. Это можно сделать, например, за первые несколько месяцев. Это каждую неделю вы должны подписывать по одному новому партнеру. Причем здесь без разницы, на какой пакет вы подписываете. Самая главная динамика, самое главное получается вот этот темп выдерживать. И 80% времени у вас уходит на личный рекрутинг. После того, как у вас сформировалась команда, после того, как у вас слева появились партнеры, справа появились партнеры, например, 5 партнеров слева, 5 партнеров справа, вы уже 20% своего времени, то есть, 20% рабочего времени уделяете поиску первой линии, то есть, вы 20% времени уделяете на то, чтобы найти партнера и подписать его в первую линию или найти клиента и заключить с ним договор, да, то есть, 20% времени на личные сделки и 80% времени вы уделяете на взаимодействие с командой, на взаимодействие с командой. То есть, проводение личных встреч, организация мероприятий, организация бизнес-завтраков, если у вас в городе это еще не проходит, или работа на бизнес-завтраки, работа на презентации, работа на форумы, работа через форумы, работа на различные мероприятия, посещение мероприятий, организация этих мероприятий и так далее. То есть, 80% времени у вас должно уходить именно на работу со своей командой, которая у вас сформировалась. Это будет, так скажем, наиболее оптимальный вариант развития событий. И смотрите, в чем фишка. То, каким образом вы стартуете в бизнесе, то, каким образом вы запускаете своих партнеров и то, какую динамику вы своим партнерам показываете, они в большей степени будут стремиться повторять именно вашу историю. То есть они будут смотреть на вас, будут смотреть на то, как вы работаете. И, скорее всего, если вы, например, работаете очень медленно, есть вероятность, что ваши партнеры будут тоже работать очень медленно. Если вы, например, делаете одну регистрацию раз в три месяца, ваши партнеры, скорее всего, будут делать тоже так же одну регистрацию раз в три месяца. Если вы не посещаете мероприятия, ваши партнеры, скорее всего, точно так же будут не посещать мероприятия. Если вы посещаете мероприятия, ваши партнеры точно так же будут стремиться повторять вас и посещать мероприятия. Соответственно, вам здесь при формировании команды необходимо, так скажем, быть определенным примером для своих партнеров, задавать определенный темп, задавать определенную динамику и стараться быть максимально эффективным, особенно в начальных этапах, когда вы только-только запускаете своего партнера. Опять же, если вы новичок, если вы первый месяц или первую неделю в бизнесе, или вы, возможно, подключились только-только вчера, и вы еще не знаете, каким образом задавать темп, если вы не знаете, каким образом задавать эту динамику, как включаться в процесс работы с командой, вы просто-напросто обращаете на то, каким образом работают ваши кураторы. Вот вы подключились, вас кто-то подключил, у вас есть вышестоящий куратор, и ваша задача просто смотреть и наблюдать за тем, и наблюдать, анализировать, смотреть, изучать, присматриваться за тем, как с вами работают ваши вышестоящие кураторы, то есть как с вами работает ваш прямой наставник, как с вами работают ваши вышестоящие кураторы. Вы, кстати, должны обязательно познакомиться минимум с пятью вышестоящими кураторами. На первых днях развития бизнеса, только-только вы пришли в команду, в коллектив, ваша задача познакомиться с пятью вышестоящими кураторами, именно по цепочке. Не с лидерами компании в целом, не с Натальей Сорокиной, не с Иваном Сорокином, не с Дмитрием Соловичевым, не с Екатериной Шороховой. Это все, конечно, прикольно, это все произойдет в первую очередь с вышестоящими кураторами, то есть вот именно узнать свою цепочку вышестоящих кураторов, минимум пять активных кураторов, кто есть над вами, кто готов будет вам помогать проводить встречи, кто готов будет вам уделять время, кто готов будет вас консультировать, кто готов будет выходить на закрытие сделки, на проведение встреч и так далее, кто в каком городе находится, чтобы понимать, как с ними работать. вот и вот ну то есть это важный момент и к чему я говорю на начальном этапе ваша задача просто смотреть как работают ваши кураторы то есть что ваши кураторы делают с каким отношением они это делают и просто смотреть так скажем перенимать опыт учиться у них я например на начальном этапе когда пришел в команду куратором это у меня вот кураторы высшестоящие александр стесунов наталья сорокина иван сорокин вот конечно помимо них есть там еще там были промежуточные еще кураторы да так скажем неэффективные не но не то что неэффективные неактивные то есть они были неактивны и они как бы не работали они там время от времени появлялись такие сезонные ребята как будто тут то там и я то есть когда понял то что они находятся не в ресурсе не фокусе то есть у них нет так скажем фокуса на построение бизнес из компании global интеллект сервиса они просто пришли там условно потусоваться я как бы ну взял именно в рабочую обойму себе кураторов александр свистунова то есть кто было так скажем на острие ножа взял наталью сорокина тоже был фокусе 24 на 7 и ивана сорокина и вот я получается обращал внимание смотрел как мы и вышестоящий куратор работают со мной в первую очередь как саша свистунов мне встречи проводят как саша свистунов там мне помогает закрывать сделки как он со мной взаимодействует как вышестоящий куратор данном как часто он со мной бывает на связи и так далее то есть я просто обращал внимание на своих наставников как они работают и те вещи которые мне например нравились те вещи которые были там для меня актуальны я их для себя перенимал у каждого там кураторы свои сильные стороны слабые стороны и так далее вот у саши свистунова то есть если вот так в качестве примера забирать очень большое количество сильных сторон и очень многому учусь но единственная черта у него это пунктуальность то есть он ну не такой пунктуальный как я я просто на всё служу я просто типец какой пунктуальным для меня пункт memory выше всего и вот мне вот например вот то что он не совсем пунктуально чуть не нравится но я на это и не обращал внимание я обрал у него только сильные силы скилcher сильные стороны которые бы мне помогали прокачать мобиль из поставьте пожалуйста восьмерки если вы поняли ход моих мыслей вот если вы на начальном этапе находится если вы только-только так скажем, подключились, если вы только проходите, так скажем, этапы обучения и так далее, вам необходимо познакомиться с вышестоящими кураторами и необходимо перенимать у них опыт, смотреть, как они с вами работают, как они с вами взаимодействуют, о чем они с вами общаются, как они с вами общаются и так далее. Вот, вопросы я там видел, вы вопросы, пожалуйста, потом продублируйте. Вот, мы там ответим на вопросы в конце нашего общения. Вот, окей, синхронизировались. Это очень важно. И в то же время, вот смотрите, опять же, то есть вот те ребята, которые являются кураторами, те ребята, которые являются сейчас кураторами, под кем уже команда, вы должны быть вот этим хорошим примером, вы должны задавать темп, вы должны задавать динамику, вы должны быть, так скажем, ну, на острие ножа, вы должны вот там вперед паровозы бежать, чтобы вас, ну, ваша команда, она брала пример с вас именно. То есть как у меня, например, на начальном этапе это происходило, то есть там самое банальное все начинается со списка контактов, да. Я сам написал список контактов, я, соответственно, когда включал новых партнеров, когда я с ними говорил на тему списка, я показывал свой пример. Я открывал блокнот и говорил, смотри, как у меня это сделано. То есть я не говорил своему партнеру, типа, вот на список контактов так написать, посмотри видеоролик, условно говоря. Я открывал свой блокнот и говорил, смотри, как у меня список контактов идет, смотри, как я это делаю. Вот, соответственно, там я, ну, когда надо было делать звонки со своим партнером, я, получается, на своем примере, я говорил, все, давай выберем время, встретимся, вот, там, например, в офисе, вместе звонки поделаем. Я своему партнеру показывал, как я делал в своих партнерах, назначал своим кандидатом встречи, вот, то есть, ну, по телефону прям вживую, то есть, там, кто-то меня динамил, да, то есть, кто-то меня посылал, кто-то с меня трубки не брал, кто-то там начинал негативить, там, возражения всякие разные закидывать. Вот, я при своих партнерах это все отрабатывал, мы, партнеры, видели, то, что даже у меня, опытного наставника, есть, там, какие-то возражения, то, что даже мне, там, по телефону, там, отказывают, да, время от времени, и они уже спокойно, совершенно спокойно делали звонки, и когда им говорили, там, какие-то возражения, или когда им отказывали, ну, во встрече, то есть, они совершенно спокойно относились к этому, потому что, ну, если уж куратору отказывают, то есть, ну, просто такой бизнес, бизнес не выбора, бизнес перебора, просто этот да, этот нет, этот следующий, все, и, как бы, поехали дальше, поэтому очень важно, вот. И в то же время вы как наставники должны, получается, в первую очередь пройти всю систему обучения, всю систему работы, так скажем, через себя, сами пройти все этапы. На начальном этапе важно стать максимально автономным, сделать так, чтобы вы максимально автономным партнером стали в кратчайший период времени, чтобы вы могли самостоятельно проводить личные встречи. То есть то, что вам куратор встречи проводит, это все понятно, это все круто, но будет замечательно, если вы в максимально короткий промежуток времени станете самостоятельным партнером и без помощи куратора сможете проводить личные встречи, хотя бы давать первоначальную информацию. Это очень важно. Желательно, чтобы это было в первые две недели. То есть если вы уже больше месяца в бизнесе, если вы спустя месяц не можете проводить личные встречи самостоятельно без куратора, это плохой сигнал, то есть необходимо эту ситуацию срочным образом менять. То есть вы уже должны к этому периоду времени самостоятельно давать информацию хотя бы по продукту и базово показывать маркетинг-план. И уметь выводить своего кандидата, получается, на вышестоящего куратора на закрытие сделки на трех сторонах. Так, это такой момент. Поехали дальше. Следующий момент, ну, понятное дело, стать максимально автономным. Следующий момент, ну, в качестве примера, то есть вот в каждой команде проходит доброе утро, в каждой команде проходят различные эфиры. В вашем городе, скорее всего, проходят бизнес-завтраки, презентации, возможно, какие-то форумы, там, делаете раз в какой-то период времени. И ваша следующая задача, после того, как вы прошли систему и сделали первичные результаты, когда у вас уже появилась команда, там, хотя бы несколько партнеров, возможно, вы закрыли, там, квалификацию менеджера третьего уровня, там, или региональный менеджер. В общем, когда вы сделали первые результаты, ваша задача сразу же вставать на сцену, то есть ваша задача сразу же вставать на сцену, брать микрофон и быть спикером. То есть ваша задача вашим партнерам, вашем вот этим, вашей первоначальной команде задавать правильный пример, показывать, так скажем, задавать правильный вектор развития и показывать правильную дупликацию. То есть вы должны сразу же вставать на сцену, проводить первые презентации, возможно, это будут какие-то, возможно, вы там начнете выступать сначала на нашу партнерскую аудиторию, да, там, возможно, вы выйдете на доброе утро, ну, в рамках своей команды, и поделитесь тем, как правильно список составлять, например, да, потом на следующую неделю вы выйдете, поделитесь тем, как делать правильно звонки. Даже если вы три недели в бизнесе, вы уже можете на эти темы выступать, если вы, ну, сделали первоначальный результат. Все, только результат первоначально сделали, подключили первых партнеров сразу на сцену. То есть у вас уже есть моральное право делиться с партнерами, делиться с командой вот этой, так скажем, ну, вот этими моментами. Все, там, ну, научились, так скажем, проводить мероприятия на уровне команды, да, так скажем, почувствовали себя в роли спикера, поняли вообще, как это с людьми работать, что такое вещать. Вот, хотя бы для начала в онлайне, возможно, в офисе у вас мероприятия проходят, да, там, партнерские обучения. Вы, может, в офисе выступите, там, раз на сцену выйдете, два раза на сцену выйдете. И потом уже можете сразу же выходить, то есть как только, ну, так скажем, чуть-чуть приноровились, как только поняли, что такое вообще, там, быть спикером, можете сразу же заявляться, там, на бизнес-завтрак, например, там, хочу на бизнес-завтрак провести, первую часть по продукту рассказать, или, там, вторую часть рассказать, там, по бизнесу. Вот, заявляйте сразу же на презентации вечерней, там, во многих городах по вечерам проходят презентации бизнеса. Все, заявляйте сразу же на презентации, сразу вставайте на сцену. То есть я, когда, например, только-только пришел, когда сделал первичные результаты, меня вообще нельзя было выгнать со сцены. То есть вот как только где-то появлялась возможность выступить, я сразу же, кто хочет у нас презентацию провести? Я. Кто хочет обучение провести? Я. Кто хочет по продукту рассказать? Я. Кто хочет маркетинг-план рассказать? Я. Короче, я, получается, при каждой возможности старался выступить на сцене. И фишка в чем? Когда у меня команда начала формироваться, моя команда постоянно видела, что я на сцене, я тут эфир провел, я там на форуме выступил, я тут завтрак провел, я тут презентацию провел. И моя команда автоматически уже тоже начала, так скажем, повторять мой путь и начала уже потихонечку выходить на сцену. И у меня так начали формироваться ключевые партнеры, ключевые лидеры. Вообще все бабки на сцене, вы должны понимать прекрасно. Если вы больше месяца в бизнесе и вы все еще не на сцене, значит, это все еще не ваш бизнес, значит, вы все еще не приняли решение заниматься этим бизнесом как своим. То есть вы просто пришли время скоротать, заработать какие-то небольшие деньги, ну и просто потусить. Поэтому очень важно, если вы пришли сюда жизнь менять или вот как там писали, там, финансовая независимость, там, один доллар в минуту и так далее, вы должны быть 100% спикерами уже через месяц. Через месяц вы должны уже по-любому проводить какие-то мероприятия. Хотя бы на начальном этапе получается доброе утро на команду. Поставьте, пожалуйста, пятерочки, если с этим моментом мы с вами разобрались. Все, личный пример. Вот только через личный пример. Большие результаты только через личный пример. Тяжело замотивировать партнера идти выступать, если ты сам не выступаешь. Тяжело замотивировать партнера писать список, если ты сам его не написал. Тяжело замотивировать кандидата взять вип-пакет, если ты сам на бизнес-пакете. Тяжело, получается, своих партнеров ориентировать на бонус быстрого старта, если ты сам этот бонус быстрого старта не забрал. Тяжело продавать своим партнерам выездную школу в Турцию, если ты все еще не взял билеты на Турцию. Тяжело, очень тяжело. То есть вообще фактически невозможно. то есть если типа ты сам в турцию не летишь как ты вот своих партнеров увидишь типа как бы ребята я не могу у меня как бы красивая история как бы хорошее оправдание но вы-то летите вы-то летите вы-то прокачивать так не работает наш бизнес всегда только личный пример личный пример всегда в первую очередь вы должны быть впереди паровозы делать в первую очередь вот все что все чего вы хотите получить от команд у меня например какой эффект еще был я получается очень долго не мог закрыть квалификацию директора и у меня в команде директора вообще не появлялись у меня там ну мы там сделали одного директора мне в первой линии у меня был директор второго уровня первой линии и директор первого уровня во второй линии а я сам был квалификациям King Term gördere уже больше года то есть я прям не мог вот этот ну то есть как-то не получалось мне это не хотел-то ли нет я не знаю, с чем это было связано, то ли был молодой, отсутствие своего результата, молодым возрастом, и ходил и думал, что для того, чтобы большие деньги зарабатывать, мне надо еще пострадать. Я слишком молод, чтобы много зарабатывать. Был у меня такой таракан на начальном этапе. Короче, фишка, то есть как только я закрыл квалификацию директора, прям пробил психологический барьер, вот прям шлепнул, у меня там со следующей недели, фактически, ну сразу со следующей недели, у меня директора начали закрываться просто один за другим, просто волна директоров, один за другим, каждую неделю. Перед этим два года работал, за два года два директора, а тут просто каждую неделю новые директора, новые квалификации, новые директора, потому что вот себя вот этот психологический барьер снял, и когда я себя этот психологический барьер снял, пробил вот эту историю, да, там, скажем, на морально-волевых, мне было намного проще своим партнерам продавать квалификацию директор. А то перед этим это выглядело как? Я типа такой красавчик, полтора года в бизнесе, я прихожу к своему партнеру, говорю, слушай, Алексей Филатов, да, нам надо с тобой на директора сработать, да, директор это легко, директор это просто, мы с тобой в Турции качнем, мы там с тобой в Дубаях отдохнем, а вот директора закрыть, это же вообще все элементарно, пять справа, пять слева, а сам полтора года в бизнесе, и там все еще, там М3, например, вот, да, я там могу что-то интересное рассказать, но Алексей будет сидеть и думать, блин, да, как бы, квалификация директора, это круто, но у моего куратора, у самого Дмитрия Соловичука, который уже целых полтора года в бизнесе, все еще М3, а раз у него все еще М3, значит, это пипец как тяжело, а он-то вон какой крутой, вон какой классный и закрыть не может, а я-то тут что, я вообще там две недели в бизнесе, я даже на это не ориентируюсь, бывают такие моменты, поэтому необходимо вот в первую очередь, вот, ну, то есть на вот эту историю отрабатывать, то есть надо в первую очередь вот закрывать эти результаты там на морально-волевых, я не знаю, то есть как бы делать невозможное, возможно вообще все, что только можно, все, что есть, в силах прям на скорости максимально быстро вырываться и делать вот эти первичные результаты, потому что чем быстрее вы их делаете, тем быстрее вас начинают повторять, наш бизнес вот именно в плане больших результатов делается хорошо, когда быстро делается, можно делать бизнес медленно, вот с этой рутиной, вот со всей этой историей, там, одну встречу в месяц проводить, одну сделку в год делать, но это все не интересно, вы, скорее всего, не доживете до больших результатов, если вот такая низкая динамика будет, а если динамика быстрая, то есть у нас же здесь бизнес не выбора, а перебора, да нет, следующий, да нет, следующий, да нет, следующий, чем быстрее вы начнете перебирать и чем быстрее начнут ваши партнеры перебирать, тем больше у вас будет сделать новых, тем больше у вас будет, тем быстрее будет расти ваша команда, окей, надеюсь, донес, и фишка в чем, то есть я закрыл директора и меня прям как оборвало, то есть получается прям директора начали выходить один за другим, потом я помню, я в семнадцатом году забрал первым вообще в своей команде, кто забрал номинации. То есть, ну, подо мной у меня там не было кураторов, ну, не было партнеров, которые бы эти номинации забирали. Но у меня были кураторы, у меня там Александр Свисунов постоянно там забирал номинации там за стабильное развитие, за, получается, за работу с продуктом. Иван Наталья Сорокина забирали там и прорыв года, и партнер года. Я когда на мероприятие приезжал, смотрел на своих наставников, я просто с открытым ртом, я такой, да ну нафиг, я так же хочу просто, ну, то есть, просто вообще в восторге. Я такой, вот кураторы сделали, значит, я следующий. То есть, я просто смотрел на кураторов, приезжал, меня пример кураторов очень сильно вдохновлял, мотивировал, бодрил, и я точно так же хотел вот эту историю получить. То есть, хотел в первую очередь саму себе доказать, что я красавчик, то, что я могу, то, что я не пальцем деланный. Ну, и во вторую очередь, то есть, для всей своей команды показать пример, то, что куратор не пальцем деланный, то есть, куратор ОГОГО, то есть, он номинации забирает, его на уровне всей компании признают. И когда я, получается, открытие года забрал, у меня на следующий год, я врать не буду, но у меня на следующий год там человек пять, наверное, с команды забрали номинации. То есть я вот в семнадцатом году сам номинацию получил в открытие года, на следующий год у меня там человек пять забрали номинации различные, вот там за девятнадцатый, за восемнадцатый год, за девятнадцатый год тоже у меня там человек пять номинаций забрали. В том году у меня там тоже половина номинации, это моя команда и так далее. И, короче, вот он пошел пример. То есть я вот своим примером, своим вот этим прорывом, своим результатом всей команде задал темп, задал планку. Поэтому очень важно, еще раз повторюсь, очень важно, самые базовые вещи какие-то ключевые, квалификации РМа максимально быстро забрать, квалификации директора максимально быстро забрать. То есть не надо растягивать там эту историю на год, на два, на три. Там два-три месяца максимум там квалификация директора делается. У нас сейчас Максим Огородников в Калининграде, он там что-то за три месяца квалификацию директора сделал, с нуля вообще, совмещая с работой по найму. Забрал два бонуса быстрого старта, заработал там больше 26 тысяч долларов, то есть как бы вот, ну совмещая с работой, если бы не работал, еще больше бы результаты были. То есть вот хорошую динамику задал, хороший темп, хороший пример для команды. Вот, поехали дальше. Так, давайте еще раз синхронизируемся, чтобы я понимал, что все окей. Поставьте семерочки, если вы поняли ход моих мыслей, то, что необходимо быть примером. Вот, опять же там кто-то писал, хочу в ДМБ, там, сюда-сюда. Я когда в ЛС попал, у нас сначала высший лидерский совет компания был, это я попал в семнадцатом году, я был самым молодым членом высшего лидерского совета. Мне было 24 года и была квалификация генеральный председатель совета директоров. Это 750 финансовых циклов я за неделю сделал. То есть типа не накопительно за спринт, а за неделю 750 циклов сделал. Даже у меня тогда больше вышло, 880. Короче, я в ЛС, когда попал, я был один-единственный, так скажем, член высшего лидерского совета на всю свою команду. На следующий ЛС, как вы думаете, что было? Со следующего ЛС обязательно, вообще обязательно просто какое-то количество партнеров в ЛС, это члены моей команды. Когда-то два партнера, когда-то три, когда-то четыре, когда-то больше, когда-то меньше. Но каждый ЛС или там каждый еще департамент масштабирования бизнеса, каждый вот этот орган, который занимается там масштабированием и управлением, ну масштабированием структуры и партнерской программы, у меня вот в каждом этом органе есть всегда мои ключевые партнеры. Потому что я сам там. И вот опять же, как это сделать? Самому в первую очередь выполнить условия. И по ДМБ, кстати, там у нас условия на самом деле максимально простые. Необходимо сделать чек 100 тысяч долларов, вот суммарно накопительный, да, 100 тысяч долларов. Быть, получается, в квалификации от ПСД, ну то есть необходимо председателя совета директоров квалификацию закрыть. И на момент, так скажем, формирования очередного ДМБ, у нас ДМБ формируется в начале спринта, необходимо быть топ-15 по итогам предыдущего спринта. То есть каждый из вас может это сделать, каждый из вас может попасть в эту историю. Вот. И там еще одно условие, правда, если вы в квалификации по СД залетаете в ДМБ, вам необходимо хотя бы два года быть в компании. Но у нас есть, так скажем, послабление для тех, кто первый год в компании и хочет попасть в ДМБ. Вам нужно всего лишь выполнить те же самые условия, которые я озвучил, но закрыть квалификацию не по СД, а акционер. И все, и мы вас приглашаем. Сейчас поехали дальше. Сейчас отвечу на вопрос. Окей. Следующий момент, ну, с личным примером разобрались. Следующий момент, очень важно, это работа на все мероприятия компании. То есть вы должны понимать, что у нас есть корпоративный институт, у нас есть, так скажем, своя система обучения, так скажем, свой конвейер. И когда партнер заходит в компанию, ваша задача просто его на этот конвейер посадить и вместе с ним проходить все этапы. Первый у нас, так скажем, этап – это в личном кабинете. Ребята запустили сейчас прекраснейшую платформу по обучению, так скажем, новичков. Там вообще все поэтапно, все расписано. Вы в первую очередь сами должны это обучение сейчас пройти. Вот сами, вот каждый шаг вообще просмотреть, даже если вы уже опытный партнер, даже если под вами команда, вы должны, получается, все это обучение изучить вдоль и поперек, всю платформу, каждый шаг пройти, чтобы уже понимать вообще, куда вы своих партнеров направляете, то есть что ваши партнеры там получат, какое обучение они там получат, какие темы там будут разбираться, чтобы не в курсе, в первую очередь сами прошли. Вот, так же с мероприятиями, да, вы в первую очередь должны сами там максимально быстро пройти, ну, то есть вы должны в первый год обязательно пройти все мероприятия, такие как день рождения компании, то есть без дня рождения компании вообще, ну, бизнес не построить. Итоги года, без итогов года тоже бизнес не сделать. Сейчас у нас вот мероприятия в Турции будут на этой неделе, да, вот те ребята, которые пропускают мероприятия в Турцию, ну, вы просто сами своему бизнесу вредите. Почему? Потому что Турция – это одно из самых ключевых мероприятий, это у нас выездной формат, мы там будем со всей командой синхронизироваться, мы будем в синергии, на таких мероприятиях выстраиваются отношения с командой, с партнерами. Вот у меня сейчас команда в разных городах, в разных регионах, я, к сожалению, не везде могу ездить, и для меня вот эти мероприятия – это, ну, отличный повод синхронизации с командой. Когда лидеры со всех регионов собираются, я с ребятами общаюсь, мы там как раз новые планы будем строить, как много денег заработать до конца года, как будем работать, какие мероприятия вместе проведем, как друг друга усилить и так далее. На этих мероприятиях идет очень сильная синхронизация с командой, на этих мероприятиях формируются отношения, и на этих мероприятиях люди принимают сильные решения. У меня через такой выездной формат в Турции, через Турцию, у меня очень много людей, ключевых партнеров, во-первых, появилось, а во-вторых, у меня очень много ключевых партнеров после таких мероприятий просто-напросто увольняются с работы и начинают заниматься только партнерством с компанией Global Intellect Service. То есть у них вот этот последний, так скажем, жетон проваливаются, они принимают серьезнейшее бесповоротное решение, сжигают нахрен все мосты, пишут заявление и начинают качать бизнес-компания GIS просто на принципиально другом уровне. И, соответственно, если вы такие мероприятия пропускаете, вот вы как куратор, сегодня у вас там нет партнеров, вы можете сказать, я там двоих подписал, у меня два сезонника, они не работают, что я с ними делать буду, мне не для кого быть примером и так далее. Вы, получается, сразу же ограничиваете свой будущий рост, потому что завтра, послезавтра к вам в команду придут партнеры, у нас через какой-то период времени снова там будет выездное мероприятие, и когда будет выездное мероприятие, вы своим партнером что будете продавать? Вы своим партнером будете продавать красивую историю, почему вы в тот раз в Турцию не слетали? Или вы своим партнером будете продавать историю, ну, историю, как вам было нелегко, но вы поехали? И то, что вы вообще там за счет этого мероприятия там по-другому посмотрели на этот бизнес, и только на этом мероприятии вообще приняли решение двигаться по-серьезски. Вот что вы будете своим партнерам в будущем продавать? Красивую историю или сильное решение? И это очень важно вот саму в первую очередь прожить, саму вот это прочувствовать, саму понять вообще в первую очередь, что на таких мероприятиях происходит, для того, чтобы завтра, когда партнеры в команду придут, чтобы своим партнерам рассказывать, что там будет вообще, и какая ценность там есть вообще в целом. Это то же самое, знаете, сложно будет, ну, например, давайте на примере манго. Сложно будет продать там, например, своему другу или просто товарищу, какой вкусный манго, если вы сами манго ни разу не пробовали, да, согласитесь? Вот как продать манго, если ты его сам ни разу не пробовал? Типа просто, ну, вот желтая какая-то хрень, типа, не знаю, сладкая, не сладкая, соленая, кислая, вообще непонятно. Ну, вот просто классная штука манго, да. А если ты сам манго съел, если ты сам его попробовал на вкус, если ты сам получил удовольствие от этого фрукта, да, тебе и будет намного легче эту историю продать своим друзьям, родственникам, вообще кому угодно, когда ты сам попробовал это. Это то же самое с Турцией. То есть если ты сам в Турции побывал, если ты сам побывал на таком формате мероприятий, да ты потом, ну, потом всегда будешь эти мероприятия продавать, потому что ты поймешь, что там вообще происходит. А там такая движуха вообще нереальная. Вообще капец, я сейчас даже рассказывать не буду, потому что это отдельная тема вообще, отдельный вебинар. Ну, короче, вот, то есть необходимо быть примером. И даже если у вас нет команды, вы должны в первую очередь все мероприятия сами пройти и своим партнерам потом продавать, когда у вас уже команда сформируется, продавать каждое мероприятие. Итоги года, день рождения компании, выездные мероприятия в Турцию, вообще все. Я вот сейчас, например, у нас лидерская поездка в Дубай будет после итогов года, вы знаете, все прекрасно. И там необходимо промоушн выполнить, да, там пять раз директора делаешь, тебе компания полностью компенсирует стоимость поездки. Я за первые 8 недель спринта, вот 8 недель спринта у нас было, вот первые 2 месяца, я закрыл максимальный бонус, закрыл 5 раз директора. И я это делал целенаправленно. Я в один регион поехал директора добивать, во второй регион поехал директора добивать. Я это делал целенаправленно для того, чтобы вообще всей компании нашей задать хороший темп, задать хорошую динамику. Чтобы все видели, что вот, только спринт начался, уже максимальный промоушн. А что мы-то тупим вообще? Даже директора ни разу не сделали. Надо быстро включаться, а то мероприятие без нас пройдет. И все, и мне сейчас намного проще, например, со своими ключевыми партнерами общаться на тему поездки в Дубай, потому что я сам максимально промо забрал. Я говорю, а что ты расслабился, давай сделаем, элементарно же вообще, все изи. Все ресурсы есть, инструменты есть, поехали. Я на связи, я готов работать. Вон, я уже сделал. Это один разговор. А другой разговор, это когда я, например, еще не сделал, и я пытаюсь своего партнера замотивировать. Ну, давай, закрой директор, чтобы я тоже подтвердил, чтобы тоже в Дубай полетел. Другая же история. Понимаете, идея? Поэтому всегда наострее вы должны, то есть всегда впереди быть. Если вы хотите большие результаты, вы должны вперед бежать и в первую очередь. Опять же, как я на Турцию работал, вот если там далеко ходить не будем, Турция. Как только был, ну, то есть как только был известен отель, где мы останавливаемся, я в этот же день заказал себе тур. В этот же день его оплатил. Вот прям в этот же. Вот прям вот только узнал, сразу же. И уже днем я там, ребятам, когда информация пошла по чатам, я уже днем всей своей команде показал то, что я уже забронировал отель, то есть у меня все уже на связи, все на моей. У меня мои ключевые партнеры, что сделали дальше? Мои ключевые партнеры сделали то же самое. Я как куратор иницировал эту историю, мои ключевые партнеры начали делать то же самое. Начали бронировать отель. Я говорю, что вы тупите, сейчас места закончатся, давайте быстрее, потом будете там бегать, как беженцы из отеля в отель, плакать, то, что нас не пускают. Давайте пока места есть, быстро бронируемся, то есть все равно летим. То есть смысл потом где-то там в очке останавливаться, когда можно... Ой, я там слух сказал. Ну, короче, поговорил серьезно с ребятами. Я говорю, давайте. Ключевые партнеры тоже забронировались. Когда мои ключевые партнеры забронировали, скинули эту информацию в чат, начали своим партнерам рассказывать о том, что они летят 100%, что они уже все оплатили. Как вы думаете, что там дальше пошло? Дальше пошло то же самое. Ключевые партнеры ключевых партнеров начали бронировать. Все всегда начинается с вас. Всегда с вас начинается. Поэтому, если хотите большие результаты, вот вы должны быть на острие ножа. Да, возможно, вы сейчас еще там новичок, у вас там, так скажем, нет понимания, там, что, как это происходит, что такое итоги года, что такое день рождения компании, что такое Турция. Так вот, вы в первую очередь должны все эти мероприятия через себя пропустить, чтобы уже был, ну, чтобы иметь понимание, чтобы была возможность продавать дальше это своим партнерам. Вот всегда вообще, без разницы, ну, то есть никаких красивых историй. Я первые два года в компании, я вот в 15-м году пришел, я сюда, когда пришел, у меня был, так скажем, негативный опыт построения бизнеса. Я до партнерства с ЮДС заработал 35 тысяч долларов долгов. И когда я, соответственно, начал развивать этот бизнес, я взял партнерский пакет тоже там взаимы, да, и я, получается, первые полтора года вообще без денег этот бизнес развивал. То есть я 16 апреля 2015 года стартанул, и 3 декабря 2016 года, то есть вот там спустя полтора года, я закрыл квалификацию директора, я как сейчас помню, 3 декабря 2016 года. И где-то вот к середине декабря я закрыл все свои долги, которые были накоплены до ЮДС. И вот эти полтора года, с 15 по конец 16 я работал либо вообще без денег, либо работал вообще там, я вообще не знаю, у меня какие-то фантастические истории там были. То есть вообще либо без денег, либо с очень маленькими деньгами. И самое козырное то, что ни одно мероприятие компании Global Intellect Service не прошло без меня. Вообще ни одно. Вот все ключевые мероприятия, все ключевые мероприятия, которые проходили в России, они были всегда со мной. Вот с моим участием. Есть у меня там возможность, нет возможности, хорошее у меня настроение, плохое там, просто любой ценой я ехал на мероприятие. И приезжал, да, было там иногда грустно, да, было иногда, получается, вообще ни разу не весело, то, что я там сижу, там год в бизнесе и сижу как лошара где-нибудь на Шкенте, или там всех на сцене признают, все такие красавицы. Но все равно я приезжал, я приезжал, получается, я там брал, ну так скажем, то, что мне необходимо на этом мероприятии, ехал и дальше работал. Поэтому большие результаты через личный пример по-другому вообще никак. По-другому точно никак. Поэтому берите ответственность за свои результаты в свои руки, берите ответственность за своих партнеров, за свой бизнес, и, конечно, интернет чуть-чуть отвисал. Короче, берите ответственность за свою жизнь, за свой бизнес, за своих партнеров, за себя в свои руки, и давайте уже наконец-то делаем большой международный бизнес. Вот и все. И все будет прекрасно. Все очень легко, все просто, ничего сложного, главное не усложнять. Смотрите на своих наставников, посещайте все мероприятия, принимайте сильные решения, в топку красивые истории, и все у вас будет. Сейчас давайте 5 минут отвечу на вопросы, на паузу поставлю, мы сейчас с вами отговорили, отработали. Надеюсь, был полезен. Сейчас поставлю. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok